Еботы синие, БВС красные. Погнали. Насколько можно что-то видеть. Блин. Убейте мой интернет. Так, точка Чарли. У нас замес здесь много еботов, много БВС. И флешки, традиционные флешки. Куда без них, ё-моё. Две точки держат БВС в данный момент. БВС заявили эту карту, собственно. Так что посмотрим. Должны они тут хозяйничать по полной. Скажем так, карта далеко не традиционная для данного режима и многими нелюбима. Тихонечку вроде изображено. Женя приходит. Нет? Нифига. Походу, мне опять придётся после первого раунда перезагрузить Соньку. Иначе толком мы не сможем нормально посмотреть. Ветер расстреливает Сашу Томского. И точка Альфа уходит пока всё-таки к БВС. Да. Абраво пережимается Серёгой. Да. Перезжали еботы. Браво. И походу на Альфу тоже они же зашли. С Ютуба стрим будет чуть позже. Серёга опаздывает. Саш Томский делает минус. Заходит на Альфу. Уже раздолбали порядком. И пережимает её в копилку своей команды. Браво. Ничья. Было какое-то время. Рэддон Спарта. Заходит на неё. Минусует ветра. И забирает точку Браво себе. Счёт 283-278. Довольно ровное начало. Посмотрим, что будет дальше. Чарли забирают еботы. И, возможно, первый. Нет, БВС. Прошу прощения. БВС. БВС красные. Фуллкап у нас держался. И держится, собственно, до сих пор от БВС. Первый фуллкап. Довольно успешно начало от БВС. Но, повторюсь, это их карта. Они заявляли её. Походу, всё-таки я перезагружу приставку после этого раунда. Иначе глаза нахрен сломаем. А вот Чарли забирает Кирюха. С кем там перестреливается. Не вижу с кем. Так. Минус улю. Минус анули у нас Серпента, походу. И два БВС против Кирюхи. Кто кого. Двоём заходят. Но у Кирюхи, да, не было шансов практически. И второго ебота тоже минус анули. Забирают точку Чарли и БВС себе. И браво по-прежнему у них. Альфа у еботов. Еботы не теряются. Ветер. Да, ветер забирает браво. Пока не очень успешно. Тут много минусов в данный момент на точке браво. Кто-то дропается, судя по звуку. Так, минусанули еботов. Это был Кирюха. И браво... Нет, пока ещё не уходит она от БВС. Еботы борются за неё. И побеждают, собственно, да. Сороём перестреляли двоих БВС еботы. И браво сейчас будет уходить к еботам. И у нас была очередная какая-то доля секунды фуллкапа от БВС. Потому что Альфа и Чарли они держат. И сейчас же заберут они ещё и браво. Назад. Коруша забирает. И фуллкап. По очередной фуллкап. Неплохое начало от БВС. Действительно, звериная сила. Два фуллкапа за пять минут игры с еботами. Это неплохо. Плюс 30 тикетов где-то у них уже. Кирюха... Нет, не минусанул никого на точке Чарли. Ром, привет. Да, странно, ГАСТа нету почему-то. Опаздывает. Так, Кирюха забирает Чарли. Походу в какой-то раз я уже вижу его на этой точке. Видимо, одна из задач. Так, Чарли Альфа у еботов. Пытаются они догнать БВС. 211-249. Счёт ведут БВС. Карта обширна, поэтому буду ещё и смотреть со свободным наблюдателем. Вполне тут такая открытая картина. Так что... Так, Коруша двигает на Альфу. С тиммейтами не один. Он идёт. Флешки, флешки, флешки. Какая-то мода на флешки. Она... То ли раньше я не замечал, то ли прямо она реально появилась в своё развитие. Вот буквально... Последние недели три, наверное, очень много флешек используют команды. Так, и... Очередной фуллкап от БВС. И минус два от... Так, я не пойму... Не разберу, никак. Дасман Джокер. Дасман Джокер делает минус два на Чарли. И приносит фллкап команде своей БВС. Очень неплохое начало от команды. И... Отрыв всё больше и больше увеличивается. Но, напоминаю, только первый раунд, ещё три раунда и ещё одна карта. Всё может ещё измениться и не раз. Антиромантик забирает Браво. И тут же выдвигается на Чарли. Ребят, по качеству ещё раз. Я после этого раунда быстренько перегружу Соньку. Потому что... Ну, я не знаю. В прошлый раз это решило проблему. Не знаю, что за фигня. Так, антиромантик. Продолжаем ещё смотреть на него. Долго довольно-таки он живёт. Пережал Браво, сходил на Чарли. Теперь на Альфе. Забирает её. Альф Браво по-прежнему у нас простаивает. Довольно долгое время она простаивает. Серёга пережимал-пережимал и передумал. Из него это делает Ветер. И он же пытается отстрелить тех, кто туда идёт. А именно туда два игрока команды БВС пришли и расстреляли Ветра. Серёга возвращается назад. Неуспешно. Минусует его Каруша. Браво уйдёт сейчас, как и Альфа, к БВС. Назад, назад, домой. 216-175. Несмотря на такие внушительные фулкапы в самом начале раунда, не такой большой отрыв создали себе БВС. Хотя... И эти тикеты, они, собственно, существенны. Так, Агли... Агл, точнее, Агл-19 делает минус рядом с Чарли. И вместе с кем-то из своих идёт на Чарли, тут же её забирая себе. Да, и с записью на Ютубе у нас какие-то проблемы. Так что будем довольствоваться Твичом. Посмотрим. Так, Агл на Чарли засел, ждёт кого-то из противников пока... Дождался, собственно. И сделал минус. Хотя, по моему изображению, не было там минусы попадания. И минус второй, и размен, собственно. Чарли останется ничейной. Серпент, это был Серпент. Начал он её захватывать, но не дожал, что называется. Ветер минусует ветра. Вблизи точки Браво, и туда же приходит Антиромантик. Его тут же минусует. Не успел он поднять ветра. Нет, поднял, и того тоже минусанули. Как всегда, темп 5 на 5 очень большой. Тяжело уследить за чем-то. Так, Каруша на Чарли выносит кого-то из Ебота. Минус 2 от Каруши. И Чарли... А, это Кирюха. Пардон, минусует он двоих певерков команды БВС. И Чарли пережимается как раз Серпентом. А Кирюха его прикрывает издалека. Вполне себе хорошая стратегия. На этой карте, тем более. Да, определенно, я перезагружу свою приставку, дабы хотя бы разбирать никнейм игроков. Иначе это будет какая-то игра в интуицию. Чего нам не нужно абсолютно, я думаю. Досманжокер. Смотрим за ним. Тут бегает он по крыше. Не может никак определиться с тем, чем ему заняться. Решил пойти на... Решил пойти вниз. Чарли по-прежнему держит Ебота. Они же забрали Браво и... Так, Альфа все-таки у БВС. Расстреливают двух игроков команды БВС с двух сторон Еботы. И Браво остается у Еботов, как и Чарли. Альфа также за ними, видимо, национули всю команду. Или половин команды. У нас некоторое затишье. Так, статистику сразу открою. По убийствам, в принципе, вполне равно, мне кажется. Так, общая картина, по крайней мере, одинаковая у обеих команд. 141-175 не отпускают далеко Еботы БВС. Какой прекрасный режим наблюдателя. Судя по изображению, не то, что он не попал. Даже в сторону игрока не стрелял. Хороша в данный момент. Но, судя по журналу БИС, минусанул он Ебота. Пришел на Браво и ветер отомстил тут же за своего тиммейта. Датлан Джокер. Нет, его тоже минусует Серега. И Браво пытается переживать Саша Томск. Альфы и Чарли держат БВС. Увеличивают они свое преимущество. И фуллкап. Очередной фуллкап от БВС. Уже третий какой-то, не знаю. Может быть даже больше. Очень много было от БВС сегодня в этом раунде. Захвата всех трех точек. Но Еботы не теряются. Тут же пережимают себе Чарли. Пережимают же? Я не понимаю. Нет, не пережили. А, пережали Чарли. И антиромантика очень аккуратно выходит на Браво. Браво такая точка, как по мне. Уж очень она простреливается отовсюду, откуда можно. Абсолютно неудобная для захвата. Да, минусует Реднан Спартан антиромантика. И Браво останется за БВС. И фуллкап. Еще один. Третий, четвертый. Неважно. Помигал фуллкап. И Альфу забирают Еботы. Тяжело им приходится. Видимо. Чувствуется, что карта чужая. Не привыкли они играть на ней. И тем не менее. Думаю, это был отличный ход от БВС. Заявить именно эту карту. Так как на ней тупо не привыкли все играть. А Ветер с кем-то из Еботов забирает Браво. А Чарли и Альфа уже у БВС. Собственно, Альфа и была у них до этого. Но отжали Чарли. Так, по-моему, впервые. По крайней мере за вторую половину раунда Еботы пережали две точки. Сейчас они будут спешно сокращать свое отставание. Так ветра ослепляют. Подержали немножко Еботы две точки. И Браво уже пережимается БВС. Что ж, 139.98. 40 тикетов примерно. Чуть меньше 40 тикетов разница. Но, опять же, это неплохой задел на будущие три раунда. И походу попахивает фуллкапаном от Еботов. Да? Да, фуллкап от Еботов. Первый в этом раунде. Возможно, не очень долгий. Но, по крайней мере, пока что он держится. Альфу пережимают. Браво тоже тут, я вижу, заходит. Не позволит БВС долго держать фуллкап Еботом. Дабы не потерять свое преимущество. Минусует Рэдман Спартан. Тут еще трое. Или двое БВС. Забрали они Браво. Альфу. И идут сейчас на Чарли. Так вот пасут Альфу. Короче тут флешки. Сам себя слепит, походу. И заходит. Не очень синхронизированная работа тиммейтов. Слепили друг друга они тут на точке Альфи. Собственно, и меня тоже. Я сейчас, как и все вижу, белый экран. Что называется? Побудем в шкуре этих игроков. Как им хреново сейчас в этом замкнутом пространстве с гранатами, которые ослепляют. Альфа и Браво держат их БВС. Да. Так, на секундочку. Я быстренько отпишу игрокам, чтобы они не начинали раунд без меня. Надеюсь, ребята прочитают. Да, Трэйстокс, я вижу, что все плывет. Я перезагружу Соньку после этого раунда. Обещаю. Мне тоже не по кайфу смотреть. Я не знаю, почему так происходит. Потому что я за полчаса до этого, даже за минуту, за 20 до стрима я все проверил. Все было отлично. Ой. Ну да ладно. Досмотрим уже этот раунд. Тем более, раунд интересный. Я не могу сейчас просто выйти. 20 тикетов уже остается преимущество БВС. Догнали Ебота. Очень так неплохо догнали. Серега минусует Саша Томск. И... Нет, на альфу он не идет. Пошел, пошел все-таки на альфу. Да, пережимает он ее себе. Чарли оспаривается БВС. И Браво забрали... Ох ты. Мои глаза, е-мое. Так, Браво и альфу забрали Еботы. Продолжают они неуклонно сокращать свое отставание. Уже меньше 100... Ой, кстати, 10 тикетов. Точнее, вот сейчас будет 10 тикетов. Да, 10 тикетов преимущества осталось. БВС по сравнению с тем, что было. А было порядка 40. Минус 2 от Сереги. И альфа под надежной защитой. Не дал Серега отжать точку альфу БВС. И... Фулкап второй от команды Electronic Bot. Ой-ой, догоняют они е-ботов. Ой, БВС. Что-то я сегодня путаюсь. И перегоняют. Плюс 4 уже у БВС. Так, минусует Серегу. Все-таки альфа сейчас уйдет к БВС. Потеряли свое преимущество БВС. И будут сейчас его пытаться вернуть. Был неплохой задел, но все-таки что-то пошло не так. Посмотрим. Каруша двигает на Чарли по лесам. Делает минус. И его тоже в спину забирает Серпент. Да. Чарли остается у е-ботов. И на альфу заходит... Гасман Джокер. Флешка, флешка. Осколочная. А вот теперь наконец-то более-менее синхронизированная работа. Один кинул флешку, второй зашел. Все отлично. И второй пошел проверять, нет ли в нычке кого-то из е-ботов. Отжали БВС точку альфа. Чарли походу тоже сейчас отжимают. Да, отжали. Две точки держит БВС. Я чувствую, нас ждет интересная концовка. 60-52 плюс 8 тикетов у... Плюс 7 уже тикетов у е-ботов. И БВС забирает Браво. Отличный рывок от е-ботов. И собственно догнали и перегнали они БВС. Которые сейчас держат только Браво. И альфу и те мигают. Не успели уйти БВС с точки Браво. Она уже замигала. И на альфе сейчас хозяйничает Серега. Пережал на ее спокойно и пошел. Сейвиться и отстреливаю всех, кто придет за его добром. Пока не идут большие БВС на альфу. Так, Браво мигает. Серпент тут ослепленный. Стреляет наугад. Не могу сказать, насколько успешно. Браво отжато. БЦ у... Е-ботов. Да, и альфа у БВС. БВС сейчас забирают. Забирают точку Чаре. Да, забрали две. Счет 38. 48. Десять тикетов разница. Я предвкушаю что-то интересное под конец раунда. Надеюсь, ожидания не обманут мои. Так, Серпента обстреливают. Уходит он, уходит с Браво. Догоняют его пули. И БВС заходит на Браво. Тут же забирают. 40-32. 8 тикетов разница до конца. Две точки держат Е-боты в данный момент. И забирают БВС точку Браво. Так, Саша Томск минусует из компакта Серегу. И Браво. Да, отошла она к БВС. Две точки держат сейчас БВС. И... Ох, тут что-то странное. Каутс ножа зарезали, судя по звуку. Блин. 32-24. Е-боты. Уже плюс 7 тикетов. Плюс 6. Браво сейчас пережимают. Нельзя отдавать Браво на БВС. Понимаете, Саш Томский идет тут же отстреливать. Нет. 3-3 игрока. Я вижу команду Е-ботов на точке Браво. Собственно, туда же потянулись и БВС. Нет, отстрелили всех. Две точки держат Е-боты. И 25-18. Плюс 7 тикетов по-прежнему разница. Блин, это долбаный экран. Очень тяжело все смотреть, но... О, раунд все интереснее и интереснее. Давненько не было такого. Так, минусует двоих Е-ботов на точке Чарли. И две точки сейчас держат номинально БВС. Плюс... Плюс 6 тикетов у Е-ботов. БВС забирают Браво. Так, Аруша. Стреляет. Походу, не точно. Там за ним почищают Рэддон Спарта. Две точки держат БВС. 16-14. Два тикета разница. Браво! Антиромантикс. Стоит спокойненько себе, пережимает. Даже особо не оглядывается. Вот это уверенность. 14-12. Воу. Серпент. На Альфу. Альфы и так их. Минусует кого-то из БВС. Так, и две точки держат сейчас Е-боты. И я думаю, уже БВС сложно будет что-то им противопоставить. 15. Да. Забирают Е-боты. Да, фулкапл конец от Е-ботов. Забирают Е-боты первый раунд. На первой карте. 12-0. Счет. Давненько не было такого маленького счета. Даем, я вижу БВС на точку Альфа. У них флешки кончаются вообще или нет? Так, Антиромантик. Минусует Кирилл Занка на точке Альфа. И Альфу забирают себе. Походу фулкап сейчас будет. Да, будет определенно фулкап от команды Е-ботов. Да, первый фулкап. Сам начали раунда. Намного более резвее начали Е-боты этот раунд. Напоминаю, в первом раунде много фулкапов было именно от БВС. От Зверейной Силы. Что ж, посмотрим, что противопоставит БВС. Игги двигает потихонечку в Чарли. Тут его встречает уже Серпент. Но Игги его быстренько минусует. Несколько минусов было, судя по журналу, от БВС. Насанули они Е-ботов. И пережали Чарли, Альфу. И Браво тут же замигало. Фулкап за фулкапом. В первом раунде счет был 0-12. Выиграли Е-боты. Затащили прямо под конец, можно сказать. Ну или под вторую половину раунда. Это уж точно. Так, Е-боты зашли уже на точку Чарли. Все вместе. Я вижу тут трое точно. Или четверо. Нет, трое было на точке Чарли Е-ботов. БВС забрали Браво. Альфа у них же. И бегут-бегут они на Чарли. Каруша вместе с кем-то из тиммейтов. Не вижу. Это, походу, рядом Спартан, судя по длине Ника. Нет, не он. Так, забираю Чарли БВС. Не отдадут они победу так просто. Будут бороться до конца. Первый раунд это уже показал. Заходит Каруша на Браво. Делает минус один. И помогает ему кто-то из своих. Это Джокер был. Дастман Джокер. Поднял. И его тут же минусом нули. Браво останется за Е-ботами. Возможно. А возможно и нет. Нет. Браво ушла к БВС. И Альфу и Чарли держат сейчас Е-боты. А Кирилл тут же двигает на точку Чарли. Посматривая между делом на Альфу. Довольно резвое начало от Е-ботов в этом раунде. И как результат пока плюс... Плюс 8 тикетов. Что ж, неплохо для гостевой карты. Хотя мы видели, конечно, и разносы на гостевых картах. Но сегодня этого явно не будет, я чувствую. По крайней мере, я надеюсь, хочется уже маленьких щиток, как вот было до этого. 12 тикетов. Это вот неплохо. Можно еще меньше. Я знаю, вы можете. Так, много флешек от ИГи. Попытался ослепить всех, кого мог в радиусе, не знаю, метров 20, наверное. И зашел только после этого на Чарли. Е-боты не теряются. На Браво уже зашли. И не до Лиги переезжать точку Чарли. Втроем туда пришли и боты. И втроем пришли же на точку Браво БВС. Осталась она за ними. И я вижу антиромантик, да, двигает. Мчит, правда, прямо спринтом. Таким длинным на точку Альфа. Вместе еще с двумя тиммейтами. Флешки. Ребята уже сами себя слепят, походу. Просто так, на всякий случай. Что это? Так, Рязанов пишет, за Китая играть легче на этой карте. Почему? Возможно, первоначальный рейс действительно ближе. Но первый рейс был давно. Очень давно. И я вижу, к нам присоединился, наконец-то, Евгений Ёжик. Сейчас мы его услышим. Да, здорово, Жень. Заждались мы тебя. Ты пропустил охренительный первый раунд. Закончился он всего лишь 12-ю тикетами. Победа Еботов. Присоединяйся ко второму. Минус три от Еботов. Пропустил только один раунд. Да, ты вполне себе успел. Здорово. Еботы держат Альфа и Браво. И очень-очень хотят забрать Чарли. Так, Кирюха по-прежнему без коллиматора стреляет Саека. Так, и Серпент помогает ему. Забирает он Чарли. И очередной сейчас будет фулкап от Еботов. Возможно, нет, не будьте на Чарли БВС. И не дали пережать точку. Трейс Токс. Привет от тебя, кому не знаю. Так, Раден Спартан тут воюет вблизи точки Чарли. А Каруша у нас сейчас будет штурмовать на Альфе. Отстрелил он первого Серегу. И поскорее засейвился. Женя, сделай погромче, пожалуйста. Тебя не очень хорошо слышно. Женя, привет. Я не знаю, прежнему тебя плохо слышно. Давай уже громче делай. Не стесняйся. Я не справил, ребят. Так, Дэфан Джокер пережимает Альфу. На нем отрезались все. 180-216 ведут ки-боты и держат дальше две точки. Как сейчас слышно. Вот отлично, наконец-то. Раден Спартан. Браво у нас. Да, как раз таки на него. И вот минусом это не удалось. Забирает его Арам Пантик. Ребята, Каруша подтягивается на ту же точку. Сделал минус, причем удачно. Есть инфа по-другому. Но справа дают по нему. Работает-то не неплохо. Будет размен. Да, нет. Забирают Карушу. Минус же Амти Романтик. Забрал двух игроков. Третьего, я бы сказал, еще забрал. Да, с Редменом сделал размену сейчас. Отбил, просто отбил. Браво. Он неплохой. Да, и туда зашел уже ветер спокойненько. Никто не мешает ему. Забирает точку себе. И это ветер видел, что двое игроков дропнулись на Чарли. Чарли Лето. Альфа, прошу прощения. Альфа, Альфа. Есть у меня минус. Так, еботы забрали. Чарли и БВС уже зашли на Альфу. Кирилл Занко. Спокойно забирают. Никто не мешает сейчас. При этом на Чарли двух игроков БВС забрали сейчас. Вот сейчас уже будут встречать их, потому что ему, в принципе, преимущество в две точки Чарли и Альфа. У БВС пока только Браво. Вот разбег идет от ребят. Посмотрим, что получится. Так, двигают, двигают БВС на точку Чарли. Слепит сам себя Иги. Видимо, нравится уже слепым стрелять. Йоджи. А Йоджи. А у нас уже появляется какой-то левый спам в комментариях на Твиче. Заблочил, да? Бан юсер. Ох, наконец-то я это сделал. Больно хотелось мне это сделать уже долгое время. Так, Чарли у нас забирает гейботы. Забирает вперед, забирает с Чарли. Ему нравится Саеком бегать без коллиматора. Отбили Чарли еботы и Браво, походу, тоже за ними сейчас будет. Они пережимают сейчас. Ветер тут. Пока только Альфа у нас находится у БВС. Вот ребята, неудачно, разноспарт он зашел. Ветер сразу же забрал его. И тут же ветер забирает Кирилла у нас. Неудачно зашли ребята на Чарли. На Браво, прошу прощения. Измах минус. Да, Браво все-таки уходит к еботам. Двоем они тут забирают. И фулл кап. Фулл кап еще пару секунд. Да. Закончен фулл кап. Плюс 70 тикетов у еботов в этом раунде. Да, спас Алини, конечно, преимущество. Будем надеяться на камбэк от БВС. Все-таки хочется игры поразрелищнее. Так, Кирилл Занко минусует. Так, Кирилл Занко делал минус 2 и погнал на Альфу. Ать, флешки очередные. Балкончик минус Кирилл. Это антиромантик. Да, я тоже был за Кириллом тем временем. И тоже почутил это слепо. Мы с тобой же одновременно смотрим одних и тех же игроков. Так, Игги двигает на Чарли. И еботы заходят на Альф. Ой, на Браво, прошу прощения. Вполне успешно. Вполне успешно. Саш, не Игги, называй его Йоджи. Йоджи? Прошу прощения. Будет, значит, Йоджи. Я его уже... Я уже его дважды, по-моему, сменил... Сменил ему имя за этот раунд. Точнее, за этот матч. Потому что первый раз... Первый раунд у меня был очень плохое изображение. Я тупо не разглядел его никнейм. Меня здесь маленько радует, что я знаю этот план не только по скриншотам и по их монтажам. А именно потому что я играю с этими ребятами. Как-то в предыдущих стримах спрашивали, за какой план я играю. Вот именно с этими ребятами я играю в одном плане. В плане БВС. О! С многим я знаком здесь еще с... изображение 60. А, ребят, очень хорошо. У меня сегодня приятно комментировать данную встречу. Ну, отлично. Больше того нас... Да, ребят, у них это дебют в данный момент. Именно вот на... непосредственно на поплесте. И мне очень интересно, что они покажут. Покажут они свои заготовки. Но, судя по первому раунду, я понимаю, что-то они уже показывали неплохое. Потому что разница в тюбетах униколепная была, мне кажется, для дебюта у них. Они отлично себя показали на первом раунде, я должен тебе сказать. Для дебюта... Да, кстати, забыл я их поздравить с дебютом. В принципе, в играх NGT не было еще этой команды у нас ни в одном турнире, ни в одном поплесте. Поэтому, ребят, мы поздравляем и желаем удачи. Сегодня они против уже опытной команды, может сказать, и ботов. Да, RedArmy. Но, тем не менее, команда новая именно для... Как команда, в общем. Как план, да, это новый состав, я могу сказать. То есть немногие с Xbox, но при этом ребята давно знакомы друг с другом. То есть играли вместе неоднократно. И собрались, вот, в принципе, что делали здорово. Но, когда я убил PlayStation, я ушел к ним в план сразу. Делается кубить сейчас? Так, пока мы тут с тобой общались, ситуация дважды уже сменилась. Сначала две точки, почти три, держали БВС. И теперь уже две точки держат Е-боты. Ветер тут обстреливает Браво, как может. Флешками, патронами. Минусует два... Нет, на второго не хватило ветра. И минусанул его Дасман Джокер. Браво, уйдет. Возможно, БВС. Да, уйдет она к БВС. Дасман Джокер разошелся. Минусанул всех, кого мог, вообще, на Браво. А Серега делает минус два. Забирает он Дасман Джокера и Редмен Спартона. И фуллкап от Е-ботов. Я сбился по счету какой уже. Третий, наверное, точно в этом раунде. Намного более успешно они действуют на втором заходе на этой карте. Что, собственно, и видно по счету. 90 тикетов преимущество. Очередные флешки от Кирилла и Дасман Джокер снова на Браво. Посмотрим, удастся ли ему отжать все-таки это. Страхуют друг друга тут тиммейты. И просто после каждого убийства одного появляется другой и валит другого противника. По-другому не сказать. Так, отспавнились тут все на Йоджи. И разбегаются. Двое пошли на Браво и двое пошли на Альфу. Длинный прыжок от Каруши. Не добежал он до Альфы. И, походу, Кирилл не долетел до какой-то своей точки, до точки приземления. Минусанули, походу, да, минусанули всю команду БВС. Отспавниться они сейчас по-новому. Да, определенно, Е-боты разогрелись и уже намного более успешно действуют в этом раунде. Уже 110 дигетов преимущества. Не будут пропускать сейчас. Да, 100 дигетов преимущества. Я думаю, БВС тоже не будет руки пропускать. Это, их были, напомню, первая игра на толпе стек. То есть, сейчас для них это просто первая такая, да, для них это прям опыт. То есть, для них это сейчас интересно, что получится. Будут работать над собой, это факт. Я думаю, в ближайшее время, клан БВС, да, БВС, да, БВС, да, с такой стороны, как клан играющий, играющий очень хорошо. Играющий тактически. Мы готовимся. Наводим порядок дисциплиной. Так, хороша, на БРАВО. Чуть-чуть не дожал. Вернись, вернись, ты не дожал точку. Немножко тебе осталось. Так, я вижу, господи тянулся. Здорово. Дэн Рус. Привет и тебе. Такое приветствие неожиданное получилось. Да. Просто я уже многих игроков, скажем так, юзеров твича помню по комментариям. Так, Кирилл Занко на БРАВО. А, одновременно мы. Так, конец второго раунда уже. Очень-очень близко. И БВС сейчас будут пытаться максимально сократить свое отставание, дабы было больше шансов его отыграть во втором и третьем, в третьем и четвертом раунде. Минусует Каруша и... Продолжают падать тикеты сейчас у ЕБОТов. Две точки держат в данный момент БВС. Кто-то у них отспавнился. Двое людей отспавнивались, судя по счету. Редан Спартан пасет точку БРАВО. И выносит его вблизи Альфы. Хороший остался к последнему бойцам. Да, но сейчас уже нет смысла, в принципе, держать РЕСП. Да, еще и теряли точки. Это уже все конец сейчас будет. Да, конец. 0-123. 0-123. Итак, преимущество ЕБОТов спустя 2 раунда. Сейчас скажу точно, посчитаю. 135 тикетов преимущество ЕБОТов. И нас впереди ждет карта Локер. И еще 2, я думаю, местных раунда. По счету, по убийствам, ну, да, видно преимущество ЕБОТов. Чуть лучше они постреляли моментами. Ну, в принципе, наверное, в целом. С переменным успехом. И трое игроков у БВС довольно тоже успешно отстреляли. Больше 20 убийств. Посмотрим, что покажет команды в следующем... На следующей карте в следующих раундах. Напоминаю... Да. Симон Береметеля, просто давай. Карта в зону задопления была заявлена на сегодняшний гейм-вечер у нас. Это для меня было неожиданно, потому что ребята мне сказали, что это очень поздно, что они заявляют эту карту. Я не знал, что они тренят ее, тренят ее, яхту ее бросятся. То есть для меня это было неожиданно, потому что у нас... Лично я не помню, чтобы у нас была зона задопления на превосходстве. Ты знаешь, она была один раз на первом турнире, на самом-самом первом турнире, 5 на 5. Ее играли, кстати, БМС, с ППЛ Политпипл. Вот, мы... И она еще в Пронейшн и Сова не играли. А, да. Ну, в общем, два раза еще Пронейшн и Сова... Тебя же не слышно, создатель, да? Ага. Еще Пронейшн и Сова играли на той же карте. Ну, в общем, она была. Но, скажем так, от этой карты многие не в восторге, включая меня, на самом деле. Поэтому, я думаю, мы ее не часто будем видеть. И сегодняшний вечер это было такое исключение. Так, Redman Spartan минусует одного из Е-ботов. И тут же его забирают. Две точки забрали Е-боты. И на Чарли у нас посмотрим. Да, на Чарли у нас сейчас. И тут же БВС сейчас уйдет к ним. Ох, тут у нас сейчас на Альфе замес будет очень такой нехилый. Да, и в троем Е-боты зашли, положили... Стоп. Да, в троем Е-боты зашли и положили всех БВС. Вот по данному лайну у нас Коруша двигается. Коруша. Да, они все там, в принципе, двигаются, судя по всему. Да. Хороший спаун. Я думаю, точку Браво сейчас они берут. Потому что массовую дропу, как считай, был. Хороший спаун. Но нет, этот подпор дают им. И причем очень хороший. Серпент, пиперюха. Он сейчас находится и здесь. Размин за разменом. Победаем. И он не увидел. Он увидел, он с Серпента. И Серпент просто лежа, в нырячей позиции забрал его. Реднон Спартан. Минусанул. Да, Реднон, за там скилл его. Тиммейта. Присядочку там он дошел. Точнее, сидя. Так, выскочил неудачно он от Чарли. Минусанули его. Ай, прям под гранату. Ох ты ж, ё-моё. Минус 2 от Сереги. Неудачно подняли Редмена. И, в общем, М67 сработала безотказно. Две точки держат Е-боты. Да, не будут теряться. Они, ветер тут же выдвигается на Браво. А вот про что, Номед, я говорил с тобой. Про тактику на этой карте. Альфа и Чарли. Сейчас спокойно контролируются командой Е-боты. Именно с Сейлом. То есть три игрока. Один свободно бегает в свободной зоне. Забирает Йоджа сейчас как раз. Чарли и Альфа контролируют по два человека. Они контролируют именно все проходы, которые возможны. То есть вот она тактика у нас на деле сейчас просто. Да, согласуюсь с тобой. Так, положили тут много, я вижу, БВС в центральном коридоре. Да, Геннадзил хороший дабл. Да. И вот сейчас через склады пытаются зайти игроки БВС. Будто слышу тебя, тут же Кирюха развернулся. Да, но там есть другие игроки у нас. Кирюха, это походу дело правда слышишь. Так, Йоджи забирает кого-то из Е-ботов. Слепит его тут же. Не уходит, не уходит он с точки. Серпент зашел как удачно, но сделал только один минус из трех. Ааа, флешки, флешки в мои глаза. Так, под шумок на Альфе. Дастман Джокер вместе с Харушем забрали Чарли. А, Е-бота уже, Е-бота забирает уже Браво. Кстати, создатель тебя слышно. Судя по словам Рязанова. Имей ввиду. Так, Кирюха на... Вот тут очень активно использует функцию автоприцеливания. Собственно, как и многие играющие... На консолях. Игроки, да, на консолях. Хочется поднять вопрос об, скажем так... Вообще об использовании автоприцеливания, но боюсь... Это обсуждение будет похлеще, чем обсуждение, что лучше, Лола или Дота. И будет оно длиться вечно. Я прям помню это видео с Брюс Виллисом. Да, 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 да. Переозвучка. Что лучше, Лола или Дота. Я думаю, это будет что-то адское. Так, у нас две точки держат БВС. Держали на Альфу. Вот тут зашли уже еботы. И Рэд Мэтт сделал сейчас два хороших минуса. Ребята сами шутят на ловушку и делают рик. Замечательно, в принципе, то есть работал. Альфа они сейчас заберут. Альфа и Браво находятся у нас сейчас, будет находиться, по крайней мере, у БВС. Только Чарли сейчас находится у нас у Е-Бот. По теке там 271 на 215. Е-Бот также ведут сейчас. Есть информация, что в складах имеется двое. Ребята сразу чекают, проверяют. Тем временем Рэд знает слева, что имеется игрок. Чем все равно ветра не удалось ему забрать. Но вот Кирилл... Кириллу это удалось сделать. И вновь рез. В этом плане ребята хорошо работают. Да, подержали две точки БВС. И вот уже Серега сзади сейчас зашел и контролирует Альфа. Заметили, ребята, и вернутся. Но, судя по всему, нет. Всех забрали у нас сейчас. Кирилл Замко не стал двигать на Альфу. Пошел на Чарли, собственно. Может быть и правильно. А, вот он запалил кого-то. Да, минусует он антиромантика. И сейчас Чарли он спокойненько заберет. Больше там никого нету. Помогает ему хорошо. Сейчас Серега двигается на Чарли. А там у нас уже есть один игрок БВС. Там двое, я бы тебе сказал даже. Там двое. Вот, минусует одного. Да, у него 2 на 2. И сейчас одного забрали уже. Каруша сейчас работал. Каруша сделал хороший минус. Минус 2, Каруша. Хорошо, он перестрелял на бугре одного игрока. Да. Приятно было иметь. Да, тем временем, Майка и Брау находятся уже у Ебот. Вот сейчас ребята будут действовать иначе, наверное. Не знаю. Потому что забирать им нужно. Ебот и прекрасно понимаешь, что нужно просто сейвить и контролировать, что они делают в принципе. Вот, короче, заходят на Браво сейчас. Посмотрим, что из этого удастся. Надеюсь, что проход будет плодотворным для него. Не удачен, что я не утерю, как забрал его. Не зашел он до конца. Так, Радон Спарта. И тут же его же не собрали. Мы с тобой смотрим в одних и тех же людей. Ты знаешь, мы просто... Это уже тимворк. Да, это уже просто срама патантная. Да. Да, Душман Джокер взрывал Кирюху. Перестреловал в этот раз. И Чарли, и Браво сейчас находятся за ягодом БВС. Но тем временем, игроки Ебот у нас диктся на Чарли. В составе двух человек. Да, вот она в карусели начинается. И вот сейчас будет встреча у нас на тоннеле. И Кирюха перестрелял сейчас серпента. И заходят с двух сторон сейчас ребята с кухни и с тоннеля. А Дасман Джокер походу минусует на Чарли тут людей. Как может... Просто Кирюха сейчас вернул точку альфа. И Чарли возвращается сейчас с таким. Ребята, если вы кого-то стрим-тупить, перезагрузите страничку. Вроде все нормально, у большинства по крайней мере. Было бы плохо, я думаю, что меня бы уже забросали. Паралельно весь стрим смотрю сейчас с твоей страницы. И в порядке ни разу не лагануло. Странно. Так что, если кто-то скажет, что лагает, проблему в вашем ПК. Да. Или планшете, или интернете. Ну, не важно. Да. Кстати, у нас уже два мнения есть по поводу отключения Айм-Ассиста. И, собственно, Тройстокс и Рязанов как раз-таки за отключение. Ну, не пугайтесь, если кто-то сейчас это слышит, так, в обрывах. Сейчас у нас это так. В ближайшее время, если сейчас Чарли заберут. Забирают, забирают. Чарли они походят. Да, скорее всего, в фулл кап сейчас будет. Да. Да, минусанули всех БВС. И вот они только отспарнились и пошли на Альфу. А, еще раз, ребят, кто-то если услышал случайно про отключение Айм-Ассиста, это так, мысли вслух, ничего серьезного, не надо пугаться, не надо писать гневные письма и так далее. Просто тема случайно всплыла. Они правда могут. Ну, Мэй, скажи мне, лучше, пожалуйста, насчет у нас выходных. И фангейма будет ли? Можно, в принципе, на самом деле, много кто поддержал эту идею. И я думаю, мы определенно устроены в фангейме. Возможно, даже на этих выходах, чего тут давно, долго готовится. По поводу фан... Хотел бы даже на этих выходных. Да, по поводу фан-игры, можете, кстати, отписать, какой лучше режим и так далее. Хорошее предложение было, читал тоже. Начать с мастера оружия, а далее уже разбиться на склады и поиграть уже в командную игры. Ну, команда, я думаю, не стоит, не будет особо играть, так, будет и больше фан. Но начать с мастера оружия, я думаю, определенно стоит. Как раз узнаем, насколько у нас людей придет на это дело. Ладно, мы отвлеклись, счет 231, 118. Еботы довольно уверенно ведут на этом раунде. И удерживают две точки. И сейчас еще альфы теряют, БВС тоже. Хотя вот... Да, фулкап номинально держится. И Каруш пережимает точку, браво. Да, сманжокеру. Забирать эту карту, потому что счет 3-0 будет в случае поражения. Я не знаю, что-то писалось под тикетом. Перестроиться для ребят, а не смотреть, не знаем, это в ближайшее время. Да, ветер минусует 2x. Одного респанутого минусанул и, скажем так, человек, который поиграл в доктор. Заход на альфа, минус 1. Ай, второй. И минус 2, собственно. Быстренько его отсреснули. Редман Спартан это. И они забирают вдвоем сейчас, да сманжокером, точку альфа. Да, две точки держат данный момент БВС. Попытаются они сократить отставание. Они забирают Чарли, и возможно фулкап уже будет сейчас со стороны БВС. Нет, я думаю, не успеют. Серпент на браво. Хотя, вот здесь Досман Джокер, если он сейчас отобьет браво, то вполне себе, возможно, фулкап. Отбивает, отбивает Досман Джокер браво. Прям последние пару минут он радует такими очень удачными действиями. И вот тут же к нему уже пришли 3 игрока команды Е-боты. Продолжают две точки держать БВС, все-таки сокращают по чуть-чуть, а не отставание. 207,90 сейчас, счет у нас в данный момент. И Е-боты заходят очень массово на точку Альфа. Всегда флешки в одну и в другую сторону. Надаем, нет. Слепят, никто ничего не видит. Да. Альфа, при этом сделал минус. Минус 2, нет, Душман помог ему сейчас. Так, Альф останется за БВС, правильно, правильно. И Чарли тоже сейчас уйдет к ним же. И вот нагло у нас сейчас действует. Кто, что зовет? Душман нагло сейчас врывается на точку Браво. Так, значит, Душман его, да, я Досман Джокера его зову. Душман. Душман Джокер. Душман Джокер. Фулкап команды БВС. Да, наконец-то за два раунда фулкап от БВС. Долго мы его-то ждали. Недолго он был, но был. Каруш минусует по дороге на Альфу кого-то из Е-ботов. И неудачно минусует. Ну-ка, минусует кого-то из еще Е-ботов. И его забирают тут же. Браво остается за Е-ботами. Туда же сейчас уйдет Чарль. Никто, некому там мешать из БВС. Вот хотя туда выдвигаются Кирилл и Каруш. Да, и вот сейчас Кирилл там встретил Карушу как раз сейчас. Вот ветер заходит сзади и, да, забирает он Карушу. Неудачные действия в данный момент. Да, Чарль остается за Е-ботами. И душман на Браво снова-снова забирает ее. К ним уже зашли туда Е-боты. Под без флешек. Уже радует. Его теперь изменялись. Альфа и Чарли находятся у нас у команды Е-боты. И только Браво сейчас у команды БВС. Поймали Рыду. Ветер поймал Рыду на перезарядке. Тут же размен за разменом. На казармах у нас сейчас... Так, и БВС у нас пытаются запушить, запушить Альфу. Пока довольно успешно. Отчасти. Очень тут много игроков. Да, забрали, забрали. Забирает Альфу точнее. Ой, а вот с ножа, походу, дали, судя по звуку. Йоджи, ветра с ножа сейчас заедет. Надо было видеть, сколько раз Йоджи пытался его зарезать. Мне это было слишком. Кто наблюдал, поймет. Все-таки осуществился у коварных план. А Браво забирают Е-боты уже. И туда же тут же мчит Душман. Снова, снова. Минусу и кого-то из Е-ботов. Это был... Кирюха, по-моему. Сейчас у нас только Браво пока ничья. Но вот уже такие БВ забирают. И только Чарльз, чтобы находиться вот там, где Е-бот. Нет, тут все меняется. Браво опять ничья у нас. Очень много я тут видел павших воинов, скажем так, павших бойцов. И по итогу... Не... Кто? Батик в чате. Батик в чате я забанил. Да, вы не спамили. Так, ребята, напоминаю. Заходите на канал на Ютубе, подписывайтесь. Также на канал на Твиче подписывайтесь. И вступайте в группу ВКонтакте, NG Tournament. Ждем всех. Да, скоро у нас еще откроется группа на Фейсбуке. Так что... Все, выходите на международный уровень уже. Ну, это не проблема, я думаю. Нет, я думаю, это проблема. Нет, у нас в данный момент политические точки зрения, если брать, то с Азией идут хорошие переговоры. Думаю, это поможет нам. Проблема в другом... В дальности. Увы, пока я там... Решил данный вопрос. Владимир Владимирович, думаю, поможет нам. Посмотрим этот стрим. Скоро будем туда письма писать. Да, ребят, как бы там ни было, пока это топ-листы, но про турниры мы не забыли. Не переживайте. Все будет... Все будет чуть позже. В сезон, скажем так. Сейчас не самый сезон. Многие отдыхают. Многие за городом сейчас. На дачах картошка, огурцы, помидоры и так далее. Да. И под наши тут беседы о картошках и о дачах. Еботы забирают уже в третий раунд, собственно. Чуть и десят на девятнадцать. Да. Все больше и больше отставания по раунду. Ну, именно в самом раунде у БВС. И я уже слышу эту музыку, предвещающую конец данного раунда. Кому-то в школу, кому-то в универ. Кто-то круглый год работает. Что поделать? Эх, работа, работа. Вот сейчас прям с работы на стрим комментировать. Двенадцать часов ночи. И вот Кирилл хорошо заходит на перезарядку. Не успел третьего, не успел. Долго доставал пистолет. И родным спартом почищает, почищает за ним. И забирают они сейчас. А, собственно, браво она была и так у них. Альфы браво у БВС. Борются до конца. Не отдают ни одного тикета просто так. Душман. Зарезал под конец он кору. Нет. Это был антиромантик. Долго они тут кружили станции каком-то непонятном. И в итоге все. 135-0. Третий раунд забирают Electronic Bots. И вместе с этим забирают победу в данном матче. И, собственно, они отстояли свое место в топ-листе. А именно, сейчас скажу какое. Четвертое место в связи с сегодняшними небольшими изменениями в составе играющих команд. В данный момент Electronic Bots от защищали свое четвертое место. И БВС занимает сейчас пятое место по итогам, собственно, данного матча. Я думаю, ребята еще сыграют один раунд. Никто не выходит. Все хотят еще побегать. Поэтому мы будем наблюдать еще один раунд. Сейчас, секунду. Пока кто не знает, это такие кланы БВС. Даже были вопросы, такие БВС. БВС. Новый клан в топ-листе. Ребята явились совсем недавно. Поэтому еще с ними не знакомы. Но в ближайшее время вы этих ребят будете видеть чаще. Да, мы на это очень надеемся на самом деле. И да, не забываем, ребята, после игры у нас с каждым... Ну, с двумя игроками по одному от каждой команды. От БВС это будет, скорее всего, Redman Spartan. От Еботов. Кто же будет от Еботов? Серпент, по-моему. Я забыл уже, если честно. Да, у нас просто, я вроде была инфа, а, короче, моя мозговая активность сегодня не блещет. Так, разбежка, четвертый раунд, такой уже, ради интереса. Раунд престижа. Да, скорее раунд престижа, фана, как угодно. Для зрителей, возможно, тоже. Для тех, кто опоздал на стрим, кто хочет еще посмотреть игру этих команд. Собственно, для всех, да и для игроков в том числе. Еботы все-таки забирают Чарли и Альфу на старте этого раунда. Кирилл, флешка и вперед. Неудачно, обстреляли его издалека. И антироматик будет пытаться зайти на Браво. Так, слепит его, но что-то как-то неудачно. А, засели и БВС на выходе с Браво. Двое. И Редман с Партом погнал вперед скорее на Чарли. Минусует одного из... И заходит на Альфу. Нет. Решил через склады. Вот у нас ветер сейчас, если его ожидает, ребят. Минус один, минус два и будет минус три. Минус три. Минус три от ветра. Рипл килл. Едаем далее. Чарли у нас убирает Ред. Да, уходит она к БВС. И Браво он также находится у БВС. Антиромантик. Душман забрал антиромантика. И Серега отопсил своего тиммейта, забрав Душман Джогера. Коварно сейчас подловили на рейсе. Выглядело вообще неплохо. Душман тем временем у нас вновь рвется на Чарли. По точкам Чарли у нас уходит в команде Ебот и Браво. Разминялись точками, где теперь Альфа находится у нас у команды БВС. Редбэн Спарта забрали у нас на нижних точках. В точке Браво. По точкам также сейчас у нас Кирилл. Забирает, но при этом по нему хорошо работают сейчас. Есть инфау, ребята на нем респаются. Нет, все равно забирают его сейчас. Да, забрали двоих. Бушмана и Кирилла. Неудачный проброс от Йоджи слепой. Вот это сделаете. И вот второй раз уже хорошо слепанул. Будете работать. Да, минус один от Йоджи. Ну все, теперь ребята сейвят спокойно Браво. Альфа и Браво находятся у нас за командами БВС. Тем временем ребята уже из Ебот двигаются на сторону Альфа. Каруша у нас сделал хороший минус. Забрал Ветра. И еще одного игрока. Церпент как раз. На тоннеле видит также он игрока. Заберет ли? Нет, ребята помогли. Кирилл помог. Забрал на тоннеле. И очень хороший минус. Вылагает Файбрау также остается у нас за командой БВС. Обыкаем за игроками Ебот. Двигаются со стороны складов. Неудачный заход от Ветра. Что у нас будет далее. И серпента тоже забирают. Данную пару забрали. На центр у нас сразу двигается антиромантик. Есть инфай, я так понимаю. Ожидает с холмов. Но с холмов никто не идет. Вот ребята сейчас хорошо контролят данные точки. Альфа и Браво. И уже в наглую. Неудачно, к сожалению. Кирилл зашел на Чарли. С сентимейтом. Каруша сейвит Альфа. И забирает он вновь серпента. Хороший получается сейв именно от Каруши. Немало минусов он уже здесь сделал. А вот тем временем Браво у нас забирают игроки Ебот. И вот сейчас размен у нас. Да, на катарах размен произошел. Рэдмэн восстановился полностью по ХП. Рэдмэн. Рэдмэн неудачно, к сожалению. Ветер забрал Рэда. Смотрим далее на игроков. И вот уже игроки Ебот пытаются забрать себе Альфа. Но Каруша у нас с Кипой ничего не видит. Сейчас, зная где находятся игроки и соперники, будем встречать их. Будем более подробно сейчас. Хорошо уже видит по карте, что минус к Чарли сделали двух. Идет сразу на склады. На складах у нас никого нет. Игрок Ебот, Серпент, двигается по центральному лайну. Сейчас заходит через коридор. Минус один. Нет инфы, ребят, нет инфы. Не проинформированный Серпент сделал минус 2. Йоджи и душман Джокера. Мы посмотрели за карту и возможно... Ой-ой-ой. Минус три, ну вот, кто делает... Минус три, Серпент, Серпента. Маскил, маскил. Изначально сделал минус 2. Затем еще минус 3. Хороший заход Серпента. Забожил сейчас, ну не скажут, наверное, даже. Потому что действительно хороший заход с его стороны. И, ребят, Ебот у нас двигается. Просто в комментариях спрашивают, когда вторая карта, ребят, это уже вторая карта. Последний раунд, собственно. Да, последний раунд вообще. Всего. 212-243. Счет в данный момент. Это раунд престижа у нас. Четвертый раунд. Первый счет. 3-0. Первые три карты забрали команда Ебот. Ну, действительно, БВС пытаются, пытаются и этот раунд отыграть достойно. Собственно, что они и делают. Небольшой пока отрыв. 40 тикетов. Посмотрим, что будет дальше. Реднант минус 1. Флешки, флешки, флешки. Флешки, флешки, флешки. К нему же игроки двигаются. Да, был флкап. Мы обучаем все для этого. Флкап был, многие заметили. Тайфа находится у нас за игроками БВС. Две точки Чарли и Браво сзади ботами. Серега вместе с Серпентом и с Антиромантиком через склады двигаются. Серега остался на холме у нас. Чекает Чарли сейчас. Мы облюдаем далее. ИБВС тем временем у нас врывается на Браво. Загиратель сейчас куда-нибудь туда забирает они ее. Да, там некому мешать их. И мы там совсем одни. Но тем временем у нас ребята из Ебот зашли на Альфа и спокойно забрали ее. Сделали хороший раш. Но Браво у нас сейчас через коридор. Минус 2. Минус 2, Браво. Редмен Спартана и минус 3 будет. Да, минус 3. Да, минус 3 будет от Реда. Плохо сыграл сейчас. Такая ответочка Серпенту и заходит на Альфу. Да, он тут совсем один. Поддерживает его тиммейты. Как раз свои еще врываются с флешками. Альфа Браво забирают все-таки игроки у нас в БВС. И вот тем временем пока на Браво никого нет у нас двигаются игроки Ебот Антиромантик вместе с Кирюхой. И Кирюх тем временем делает минус у нас. Минус на коридоре. И Антиромантик также на турнике так забрал у нас еще одного игрока. БВС отспавнились за Браво и тут же бегут забирать и Душман Джокер. Да, сделал минус 2. Зашел со спины. Выбирает Альфа. Вот только Браво сейчас забирают у нас игроки БВС. Да, забрали ее. И сейчас начнется у нас баталия именно здесь. Прямо со всех таки стягиваются одна точка Браво. Кирюхой сделал еще один минус. Кирилл из ВВС выбирает Антиромантика. Размен слепыми никто ничего не видит. Это нормально. Это же классно. Никто ничего не видит. Здорово. Их комментаторы тоже ничего не видят, к сожалению. Миродмен заходит над Чарли. Он зашел на Чарли. Да, его там просто поливает свинцом с горы кто-то из еботов и все-таки достал. Кушмана тоже забрали. Кирилл Занко у нас заходит минус 1 делает. Но сейчас светлой ничего не видит. Неудачно начал перезаряжаться. Кирилл сейчас у нас нет. Дэдмен двигает на Альфу. Минус 1. Минус 2. А третьего на третьего не хватило сил или еще чего-то. Две точки сейчас держат еботы и расстрелял просто нет только одного расстрелял Душман Джокер и Антиромантик его за это быстренько минусанул. Рушил с Редом хорошо зашли на точку Альфа у нас на госпиталь. Будьте спокойно они будут забирать, так понимаю. Да, забрали они точку. Лазаред, прошу прощения, госпиталь. не так же, душман сейчас забирает у нас точку Чарли. Ай, почти фулкап. Успеют, успели. фулкап, да, фулкап, у нас команда БВС. Пару секунд фулкапа. 40 тигетов разница между командами сейчас. Еботы лидируют. Напоминаю, четвертый раунд игры между БВС и Еботы, Еботами. За четвертое место в топ-листе 5 на 5. БВС новички, собственно, данном топ-листа и вообще игр NGT в целом. Неплохой дебют, пусть не совсем удачный, но тем не менее неплохой. Сейчас ребята доиграют уже четвертый раунд и мы быстренько выцепим по одному игроку из каждой команды пообщаться. Ну, вот, напомню, что то, что у нас было и более опытные команды, проигрывали 4-0 до дебюта для показать свои силы и для получить опыта. Я думаю, это нормальный дебют. Ребята исправят свои ошибки, я думаю, посмотреть видео, которое сейчас комментирует, что ты, ты. Поэтому, будем смотреть, что будет дальше. Первая игра. Не могу я не заступаться, понимаешь? То есть, я вот сейчас, где-то можно всякие, так, о, даешь, 6-0 клана. Нет, я прекрасно понимаю, что это такой дебют. Для них, для меня был дебют комментируя, вместе с NoMad, на дете первый раз. Это было, волнительно даже. Поэтому, посмотри, что будет далее. Игра там. Получается, если они будут вновь бросать вызов, то это вновь та же команда, те же команды будут. То есть, получается, если Е-боты у нас дальше не уйдут, то вновь сыграют у нас БВС и Е-боты. Верно? Тайно же, я понимаю? Да, по правилам в данный момент у... Ну, вообще, БВС теперь не смогут кинуть вызов Е-ботам ближайшие две недели. Ну, уже недели полторы, скажем так. Будет время потренироваться. Да, будет время подготовиться, потренироваться. снизу, точнее, кто-то бросит вызов. Вновь присоединившаяся команда. У нас много команд, кто зарегистрировались на данный режим, но еще, скажем так, не все вступили. Йоджи минусует Гетро и помогает Рэду на точке Браво. Поэтому, ребята, кто еще не вступил в топ-лейс, но зарегистрировался, хватит ждать. Вступайте, участвуйте, побеждайте, показывайте отличную игру. Мы все это с товарищем посмотрим, прокомментируем, посудим и так далее. Чем еще заниматься летом? Все, что должны сделать. Клавспорт пишет, спасибо за игру, от лица уток поздравляю БВС с дебютом. Вот так вот. Спасибо тебе. Спасибо вам, спорт. Передадим обязательно Рэду, когда он будет пообщаться. Это уже будет очень скоро. Я лично всему составу передам. Серега у нас на центральном лайне перестреливается. Перестреливается он с Харушей и Харуша забил... Размен! Харуша выбрал его с автоматного перестрела, а Серега его с осколочной гранатой. Рэдмэк получился. Лидер сейчас зайдет с тыла, наверное, меня встречает. Забрал сейчас у Рэдмэк Спартова. Видит еще одного, по-моему, уже работают. Но, к сожалению, Йоджи не будет все перестрелять. У Йоджи там какой-то косяк был с очередью, короче. У него, видимо, переключилась очередь по одному патрону, значит, и он начал стрелять просто по одному патрону. Рэдмэк сейчас затаснись у тиммейта и забрал на ветра. 75-131 выигрывает Йоджи разница в два раза. Нет, чуть меньше, все-таки не два раза. Душман Джокер он минусует кого-то из Йоджи и тут же его забирают следом. Не отпускают они с точки браво команды Йоджи захватывал, ждал своих тиммейтов, тиммейты подтягиваются. Неудачно зашел у нас Кирилл сделал размер с ветром удачный заход. Глянем далее. Чарли у нас находится у команды Еботы и вот сейчас Серпент уже вместе с ветром заходят на точку Альфа на лагерет делает слеп, хороший слеп и вот сейчас будет размен кейси и хорошее да ветер не серпент забрали по одному из игроков команды БВС и забирают также точку Альфа у нас. Немножко отвлечемся от этой игры. Все сегодня видели новости я думаю в группе о том, что Клакендак вышли из топ-листов но судя по всему БВС долго скучать не будет Клакендак решили походу просто поиграть захотелось им поиграть поэтому они вышли с топ-листа чтобы вновь с него вступить и начать заново прокладывать себе путь наверх Вот сейчас Аглазспорт от первоисточника Собственно это сейчас пишет Аглазспорт да поэтому 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 так Серега тут крутой сделал минус 2 такие крутые реально Аглазспорт данную информацию ты пишешь в обсуждении бросим вызов думаю из ребята СБВС не откажет что сыграют с вами даже мне интересно посмотреть на эту игру Плахенбак занимали первые места и сейчас смелись с топа чтобы вновь забраться возможно на пьедестал посмотрим что сюда получится хотят снова пройти путь они были лишены скажем так этого удовольствия так как они собственно первыми я образовали этот топ-лист с Рафом была первая игра в данном режиме поэтому ребята решили вернуть свое право на всю эту скажем так башенку и башенку команд башню как Морд и хотят по новой сыграть долгий путь домой будет скорее всего я понимаю но думаю так задумывается посмотрим что смогут поставить команды уткам в общем но в любом случае я думаю будет интересно наблюдать ожидаем ожидаем то есть теперь бросают вызов ответят согласием бвс только ждем теперь я думаю ответят не будет они долго томить чарли у нас довольно довольно маленькое отставание должен сказать у бвс данный момент это всего лишь 20 тикетов уже чуть меньше невозможен фулкап сейчас будет уже бвс если игроки не боюсь есть есть фулкап есть фулкап у нас побудет пару секунд еще и всего лишь уже меньше 10 тикетов отставания бвс ребята все-таки играют до конца и наконец-то у нас кто-то заберет четвертый раунд раунд престижен да 5157 также играют еботы но подставание ничтожно в данный момент сейчас рэтмен врывается на браво вместе с тиммейтами забирают они браво тем временем начинается карусель потому что игроки бвс двигаются на чарли сейчас непосредственно серега будет чекать чарли дает фун своим ребятам тиммейтам я думаю и еботы двигаются на альфа но вот я думал будет карусель нет ребята возвращаются неудачно пока зашел у нас ни один игрок то есть ни ред ни кирилл и вот сейчас боя скорее всего не потеряют дан две точки альфа и чарли и вот уже игроки гибот антиромантик вместе с кирюха двигаются на браво и скорее всего фултап уже будет сейчас со стороны гибот набегаем за этим нет молнинос закрываются игроки у нас бвс размен за разменом вот конец раунда то какой они с этого начали этим они и заканчивают должен тебе сказать не заканчивают терпент минус 2 забрал йоджи душман джокера и вот редмэк спарта минус один минус два это просто проставил сейчас игрокам гиббок и это может быть одним из ключевых моментов должен сказать ветер перестрелял и он игрокам с 7 тикетов разница 2 да две точки держат у нас бвс кирилл звонко сейчас минусы забрали его уже на чарли хороша сейчас тыл будет заходить команде ебот удаст или делал один засвет минус один там был еще один игрок почему-то не заметил он пошел за другим за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь так и снова бвс вырывается вперед плюс 2 тикета у них 28 23 4 тикета уже даже каждый тикет имеет свое значение но браво еботы забирают коруш тот же забегает на браво пойдет не пошел на браво отскочил все равно чарли тяжело тяжело ему здесь молодцы бвс на чарли тут же заходят плюс один тикет у бвс поднимают своих не хотят терять тикеты на респавне и правильно две точки держат бвс и плюс 5 тикетов замес на браво и альфа начинают еботы забирать уже эта музыка и лестница ой что это происходит кто же заберет этот раунд 18-11 пока видел у нас бвс 14 тикеты падают нужно забирать в срочном порядке браво забирают 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 браво нет забрали 13 на 8 нет это забирают душман джокер молодец забежал на альфу 6 тикетов у еботов посмотрим затащит ли кто затащит хорош 9-6 забирают забирают браво забирают браво да забрали браво альфа и так 5-7-3-7-2 минус 7-0 наконец-то ребят забирают бвс последний раунд раунд престижа ну что ж молодцы ребята так отлично отлично последний раунд чем собственно начали тем и закончили отличным раундом я скорее зову к нам так кого сначала давай сначала редман спартона позовем начнем с него первом раунде комментировали это зрелище да первый раунд был примерно таким же так ждем мы редман спартона и собственно наконец-то пообщаемся отлично вот таких вот раундов очень нам не хватает представить представить ему все таки все таки игра будет так серпент у нас дает интервью от еботов правильно потому что redman писал попросил чуть-чуть позже я думаю до га 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 пока пока на эмоциях нам тоже хочется немножко ухватить да вот серпент стандартно привет все молодец привет серпент поздравляем вас победы с отличной игрой с победными тремя раундами и с тем что вы отстояли свое теперь уже четвертое место в топ листе молодцы отличные игры отличный точнее игра отличные раунды какие твои ощущения от всех этих раундов от последнего раунда в частности что вот первое такое вот первые мысли после игры какие были у вас внутри сейчас тусовки даже какие разговоры были поделись на то чтобы как это полнейший рандом я не знаю просто удача кто там кого убьет перестреляет я вообще просто это вот в третьем раунде как играл на заперти да я просто всех ряд перестрелил меня никто не мог убить в четвертом раунде все было наоборот меня все подряд я просто знаю от чего это зависит одинаковые те же самые игроки те же самая та же самая карта да забавно нас есть краник мы подкручиваемся да мы решили что стоит дать немножко удачи и бвс скажи пожалуйста первый раунд вот на зоне затопления вы начали чуть хуже чем последующие все с чем это связано вот все таки потом то вы собрались но вот поначалу был небольшой провал и бвс довольно неплохо лидировали скажи что вот не срослось по тактике в начале по разбежки по началу раунда вот что не получилось и что изменилось потом я опоздал немного я вообще пропустил это все все обсуждение тактики на зоне затопления мне там просто сказали там куда это бегать ну там вроде ребята так более-менее больше разу будет на затопление да ну я смотрел же матч объявлений все тактику ты пропустил под началом чисто даже время не было просто загад смотри и второй раунд на зоне затопления опять же вы начали уже более уверенно и собственно как вы забрали инициативу так ее и не отдали были ли какие-то вот поправки между раундами именно по этой карте одна тактика которая была это обговорено она используется во всех раундах то есть вы собственно держали за тактики просто у вас бой более успешно действует ну да просто в раундаш не заготовки действовали ну да да вопрос как вопрос как всегда встречал нас отличный и когда ваш да как дела оригинальность братья сегодня первую игру помочь они выигрывали превосходстве точно тогда поздравляю сейчас вопрос от рязанова почему ебот не регулируется на штурм на штурм я вообще не представляю как этот режим можно играть я просто помню один раз зашел на что на процелах и когда увидел то что одна команда есть лодка у другой нету лодки это такой дисбаланс что не надо же как тут это играть вопрос сири за ну почему они не регулируются на штурм правда от полина идет каковы твои ощущения от игры судя по счету ты был тащером вот такие эмоции испытал третьей игре да там просто я даже записал несколько моментов там потому что это 5-6 где там было по-моему на болгарите это у нас не помню мы вот заметили у нас туда переследили я даже это помню вот просто бегу я чувак начинает глядь я как только на него поворачивать у него хиты перестают по мне идти и я его убиваю это баттл фор 4 просто в общем да если баттл сегодня были на твоей стороне думаю это сыграло не последнюю роль его герой фанаты готовь футболки с твоим именем управляй с довольной игрой заявляется ли вы дальше бросаете ли вызов следующей команде у нас вот просто такая ситуация вышла что возможно будет переформирование клана возможно даже не будет больше не будет и будет какой-то новый клан потому что мы скоро наберем новых ребят там даже ну и там не один два человека может даже чуть-чуть 5 поэтому вот даже там новое название будет новый клан то есть те кого интересуют сейчас могут вам баттл логи писать я так понимаю и узнавать информацию более подробно уже можно и в этом мы потом сами сообщим кто там какой там клан будет новый и по поводу названий кто там будет играть пока что вот прошло ничего не но ближайшее время сообщим хорошо ждем от вас информации участие как всегда любой вашей активности мы будем рады спасибо тебе спасибо большое за игру за интервью поздравляем еще раз с победой спасибо тебе огромное это был серпент от команды электроник бот сегодня они победили бвс на матче за четвертое место место да и на очереди у нас игроки команды бвс а именно уже снова изменился у нас игрок это будет хорош нет хороша хороша будет кстати как раз таки спрошу как правильно читать его них а то я боюсь что вдруг я это делаю неправильно да да я позвал ждем и собственно пообщаемся сразу но мы позволят сразу первый вопрос просто сданка он зайдет сходу не сильно что спросить ребят давай хорошо я отдаю тебе право первого вопроса пусть настройки тусовки привет привет настройки тусовки настройки тусовки настройки тусовки было разрешить голос при микрофа хорошо проверил все вроде да все привет хорошим поздравил его лично от меня сразу вопрос вот ребят вот ощущение вот этого накала не просто товарищеского клан вара а именно тут лет стал первые эмоции ваши что вот вы испытывать сейчас что было в головах у вас что у команды твоей было расскажи сначала сначала наверное было то что вроде как собрались потом что ты знаешь как-то дело вроде не пошло и начали наверно все наши игроки за исключением илюхи потому что он опытный человек то есть для большинства у вас были как бы это был такой первый опыт именно такой официальной игры юджин и душман они они играли вы создавали когда еще с иностранцами турнир они играли за кпк еще в этом турнире и зонкой играл для меня допустим это был первый раз ну что ж почином тебя с дебютом да ибо хороший был дебют это были пластичные раунды было интересно смотреть особенно нет первый четвертый раунд это было чем 3 4 почему мне показалось что я потом уже было пофигу на 4 раунд но я бы не сказал за что наблюдают картину всеобщую я думаю играли они до последнего как и вы как правило 4 раунд тоже все фигач даже если проиграли до этого 3 или выиграли 3 все играют до конца поэтому я думаю это все таки была равная борьба так что вы заслужены я думаю забрали его и собственно порадовали всех нас действительно такой зрелищной игрой вот что в первом раунде очень хотелось бы запись до посмотреть свои игры вот нажали что вот меня такое чувство что вот знаешь у нас ну по крайней мере я стреляю не очень точно там бывают такие моменты когда она просто все пишет тут же в твиче но мы пишем спасибо за игру над командой и бот да им тоже спасибо вот вопрос от меня сейчас дальше-то идем дальше-то ждать вас да конечно мы будем вот только начали будем тренироваться что-то выдумывать придумывать наигрываться составом просто как такового сейчас составы нет у вас которые хотелось бы основного сейчас все отпуска ремонт и все такое будем играть стараться и потом вы кинем через две недели опять вызов думаю за это время покремимся здорово но я думаю там уже это звучит да я могу сразу озвучить что там уже порываются вернуться в топ-лист команда квакин дак так что сильно не расслабляйтесь готовьтесь знаешь знаешь по-хорошему очень команда квакин дак очень хорошие там довольно таки дружелюбные ребята тот же самый год знаешь лучше играть с культурными игроками чем да вот как сегодня люк сказал чем стильник который после того убийства начинает приседать есть такие да ребята да увы в сообществе есть конечно и такие ребята ну и конечно же сквакин дак я подтвержу твои слова то что конечно же с ребятами очень интересно играть все очень дружелюбные и общаться приятно пост это постоянный зритель наш да я тоже ваш поставь я постоянный ваш тоже зритель вот вопрос от свой от полина сейчас такой интересный вопрос откуда вы появились ребят я про вас не слышал расскажи вкратце откуда возились появились мы вообще появились с 360 и xbox было два клана был клан кпк и был клан тоже по моему медведи или бирс что-то такое потом когда перешли на песку он стал по моему рады вот собственно мы здесь все вы соединились мы там на боксе мы играли против друг друга все время то есть у нас были с ними клан вары постоянно потом с ребятами поняли то что в принципе мы играем очень часто вместе давайте почему бы не создать что-то общее что ж но создали вы неплохо начали хорошо поэтому я думаю все вас впереди так что занимайтесь тренируйтесь разрабатывать и тактику вам знаете вы вам наверное огромное спасибо то что вы создали такой турнир вообще молодцы продвигайте уже ко мне говорил что-то будет связано участвуем да конечно нас нас на самом деле очень много планов поэтому какие-то если будут мысли предложение пишите там в группе все это дело прочитаем конечно же обдумаем спасибо за такие слова да ждем вас снова ждем желаем вам победы удачи успехов и всего самого наилучшего спасибо за интервью спасибо пока пока и так это был каруш 86 от команды бвс сегодня они играли с еботами напоминаю еботы победили и собственно отбили свое четвертое место в топ листе 5 на 5 ох после таких нескольких двух раундов скажем так и не так то просто собрать мысли снова вместе но тем не менее ребята очередной раз напоминаю всем про нашу группу кто еще не знает вступайте в нашу группу подписывайтесь на наш канал на твиче на ю тубе ваша активность то что спасибо же это уже скинул я как раз таки собирался это сделать ваша активность ваше мнение ваше участие только будет нас стимулировать и придумыванию и организации чего-то еще нового кто-то будет проще организовывать я думаю давите дружественные кланы чем нас больше тем мы сильнее скажем так как сообщество поэтому не пропадайте да конечно с тем будет интересней всем нам и вам в том числе ну что ж я думаю на этом мы можем заканчивать самое главное объявление сделали спасибо посмотрел сегодняшний стрим комментировал как всегда но мы от серии за 3 просто создатель евгений ежик до до новых встреч ребят запись будет на днях как твич сделает экспорт на youtube обязательно сразу выложим все в группу не переживайте все до новых встреч всем пока спасибо что были с нами